Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня будем говорить на спортивную тему, тем более, что речь пойдет, ну, что там уж греха таить, об одном из самых любимых видов спорта, о футболе, и тем более, что футбол – это не только мужская игра, это и женская игра, такая всеобщая игра. Ну, и нам приятно, что в студии у нас присутствуют как бы сразу даже не два поколения, а два таких важных направления. Ну, это, во-первых, Дмитрий Гудинов, который не раз был гостем нашей программы. Это руководитель комитета российского физкультуры спортивного общества «Спартак» по футболу, член правления Федерации футбола городского круга Люберцы, и Екатерина Пивоварова, футболистка, человек, которая уже довольно продолжительное время занимается в футбольной школе «Спартак» Люберцы. 12 лет вам, да? Да. 12 лет. Кто привел девочку? Девочка же – это что? Это художественное, в крайнем случае, спортивная гимназия, ну, легкое плавание, ладно, волейбол, да? Но футбол, даже бокс и футбол тут еще можно. Но кто вас в футбол привел? Кто так любил? Папа? Да. Он вас заставил? Говорит, пойдешь играть в футболе? Не заставил, просто стало интересно. Друзья занимались, я решила тоже попробовать, и меня это настолько втянуло, что мне стало интересно играть и дошла до такого уровня. Как давно вы уже занимаетесь футболом? С 2019 года. С 2019. О, уже 5 лет практически, да? И как успехи, давайте. Мы же не просто так вас пригласили. Я думаю, что сейчас Дмитрий нам все расскажет, как это ему дается из 12-летних девочек, футболистов уже таких знаменитых делать. Это же ваши награды, которые у нас здесь лежат, да? Расскажите нам, что это такое? Это мои награды, которые я получаю на разных соревнованиях. Самая тут такая первая какая из этих? Первая – это вот эта награда. Это что такое? Это лучший игрок футбольного соревнования Виннерджи Кап. Мне эту награду дали за заслуги, которую я... Ну, которую, когда забиваешь много голов, соревнование – очень любимая моя награда. Я хочу сказать, что Екатерина у нас не просто футболист и невратарь, там, в хорошем смысле, какой-то, да? А, как положено, играет в центре, да? Центральную такие роли играет. Сколько голов забили тогда вот? Ой, может, голов 18 за этот турнир. Много было. Это поскольку на матч-то приходилось? Ой, не знаю. Ну, чаще всего либо два, либо один. Ну, вы совокупности смеси сравнивали по количеству, нет? Нет. Дмитрий, давайте мы вас тоже подключим, просто немножко сейчас мы вернемся еще к вашим наградам. Приятно, когда ребенок наследует мои награды, да? Дим, скажите, вот давненько вы у нас не были, за это время, я так понимаю, у нас по футбольной тематике много чего интересного произошло, помимо замечательных спортсменов. Безусловно, с каждым месяцем, я бы даже сказал, не то что годом, а с каждым месяцем... Футбольнее и футбольнее. Город становится, он и был ранее футбольным, но с каждым месяцем он становится более футбольным. Порой мы даже не успеваем мониторить и отслеживать за успехами наших воспитанников, потому что все больше детей не только в футбол, но вообще в целом хотят заниматься спортом, спортом массовым, спортом профессиональным. И вот когда мы начинаем мониторить заслуги наших детей, мы просто становимся счастливыми. Мы не просто так, значит, работаем, не просто так тренеры выкладываются, не просто так руководители выкладываются, не просто так люди за кадром в футбольной работе, да? Это не только же тренеры и руководители, это еще есть административный штаб, который решает хозяйственные вопросы и прочее, прочее. И вот очень приятно наблюдать динамику развития, что люберцы по праву не только считаются территорией спорта, но и территорией футбола. Мы не только говорим о нашей команде сейчас, мы говорим в целом и о комплексной спортивной школе Олимпийского резидерва, и о других футбольных клубах и школах. И мы все делаем одно большое дело. У нас нет соперничества между собой, но, безусловно, так скажем, соперничество на футбольном поле, оно присутствует. Да, побеждает все равно на каком-то этапе сильнейший, да, кто-то победил. Ну, для этого и существует чемпионат, да, без него же никуда не денешься. Мне бы еще хотелось сказать, что Екатерина у нас достаточно скромная футболистская девушка. Первый момент, который я хотел бы озвучить, это не все награды ее, потому что если бы Катя принесла бы все награды, я думаю, она бы не хотела бы стала. Второй момент, все больше и больше девочек вовлекаются в футбол. А что по этому поводу мальчики думают, в том числе и взрослые? Да, и при этом девочки не теряют женственности, да, мы можем посмотреть на Катюшку красивую, женственную. Наверное, мужья футболиста возьмем, защитника. Это же прекрасно. А что касается мальчишки, мальчишки всегда недооценивают девчонок. И тем самым, когда мы выходим на футбольное поле, у нас есть рекламенты, регламенты Московской области, регламенты проведения соревнований по футболу городского округа Люберцы. И девочки имеют право играть с мальчишками на уровне. И вот когда девочка выходит на футбольное поле, мальчишки думают, а, что взять с этой девчушке с косичкой, да? И ага, когда Катюшка включается, а Катя играет центрального нападающего, это очень ключевая позиция, потому что всегда нам тренеры старшие говорили, вы можете пропустить гол 2, 3, 5, но забейте на один больше, и команда победит. Да, всегда на один больше. Катя прекрасно это демонстрирует. Катя, а как попали-то на эту линию? Ведь это же такая популярная позиция, ее же заработать нужно. Защита начиналась с чего? С защитника? На каких линиях играли? Сразу начиналась с нападения. Сначала забила один гол, и вы мне увидели потенциал, и я поняла, что... А в защите, конечно, можешь отобрать и доставить мяч до нападающего. Тоже защитники забивают, но в нападении у тебя намного больше шансов забить, чем в защите. Вот смотрите, мы посмотрели, да, последний чемпионат, да, и увидели, что Мбапе бедный, все пытается, пытается. Вот везде, где не особо надо, забивает, а в чемпионате не идут у него дела там, и все, когда же уже забьет и так далее. То есть на вас ответственность большая. То есть вратарь может вбивать сколько угодно, но вы-то должны забивать. Бывали такие игры, когда, но не идет. И сантиметр слева, сантиметр справа, ворота никак не попадает. Да, бывало. И что делать в таком случае? Что делать в таком случае? Если ты понимаешь, что не можешь забить, и видишь открытого партнера перед собой, отдаешь ему пас, и он уже больше знает, что делать. То есть не Криштиану, а Рональду, да, должен работать в этот момент? Да. Не искать глазами? Нет. А на вас играет сейчас в команде, когда вот знаешь, что вы занимаете правильную позицию, мячик попал, или сама пока дайте мне, дайте мне мячик? Нет, иногда видят меня, отдают пас, и я могу так же пройти. У нас прям какой-то футбольный тут клуб-то, а, такой. Ну, вернемся. Дим, ну, приятно, что вот Катя, да, уже, напомню, что Кате, ну, ваш возраст мы можем еще называть, да, 12 лет, она уже как такая специалистка, да, уже может, ну, комментировать серьезные матчи. Я так понимаю, что это не только чистый спорт, но это какая-то такая футбольная философия. Этому тоже у нас учат в волейборцах? Вы знаете, мы всегда говорим, что не все дети станут профессиональными спортсменами. Я хочу сделать именно на этом акцент, что мы не только про спорт, мы еще и про образование. И в моем возрасте, когда я был в возрасте Екатерины, мне всегда говорили, что спорт – это хорошо, но учеба должна идти на первом месте. В спорте бывают травмы, непредвиденные обстоятельства, случаи, ситуации, все может быть. И карьера у футболиста тоже она недолгая, и любого спортсмена. И вот после спорта профессионального человек должен себя найти. Но если мы в период спортивной карьеры не получили навыки, образования, знания… Какие-то другие векторы. Совершенно верно. Мы ни о чем не можем говорить. И поэтому не все, к сожалению, спортсмены это понимают в бытность своей профессиональной карьеры. И здесь ключевое. И мы всегда своим воспитанникам говорим, и тренерский штаб всегда своим воспитанникам говорит. Ребята, учеба на первом месте, спорт на полшага позади. Это первый момент. Второй момент. Все-таки, что касается нападения. Ведь вся команда работает на то, чтобы нападающий забил гол. И я всегда говорю, что это основная и ключевая позиция на футбольном поле, потому что разрушать всегда легче, чем… Созидавать. Созидать, совершенно верно. Катя прекрасно с этим справляется. Но и мы, как старшие товарищи, а тренер – это не просто тренер, это еще и наставник, это еще и брат, и сестра, и в какие-то периоды, и мама. И вот задача тренера – направить нужное русло ребенка, создать ему тот фундамент, тот багаж, который дальше по жизни ему даст основы. Катя, ну вот хорошо, футбол. Вы добили своего, вы теперь вровень, да, можете там каким-то мальчишкам говорить, ты чем занимаешься, а я футбол, он говорит, да ладно, да. Ну, я думаю, это не первый раз уже происходило. Все-таки, вот учеба, помимо спорта, как вы учитесь в школе? Какие у вас предметы там есть? Или только спорт сплошной? Нет, учусь тоже очень хорошо. Там русский язык, например. Русский язык у меня все, все, сколько, 5 лет я в школе, уже окончил пятый класс, пойду в шестой, у меня все пятерки по всем предметам. Какая хорошая девочка. Мне спорт не мешает вообще никак. Наверное, родители не нарадуются. А кто главный болельщик у вас в семье? В семье? За вас кто болеет больше всего? Папа. Папа? Да. Да, прям приходит, там нервничает где-то, да, на стадионе? Ну, не прям приходит, иногда приходит, но так, да. А он говорит вам, что вот ты тут не права, тут что-то не сделала. Да, может сказать. Может сказать, отдала как бы пас не туда, но в следующий раз сделай так. Мне кажется, это немножко то, что папа, наверное, сам хотел этим заниматься. Он передал вам это, да, ощущение, да? Ну, безусловно, мы в второй части поговорим, где сегодня, куда можно пойти, да, заниматься футболом, потому что нас могут смотреть, кстати, и бабушки, и дедушки, и мамы, и папы, и те, кто не определился с видом спорта. Но, Дмитрий, вот у нас здесь огромное количество, ну, из того большого количества призов. Вот это важно, когда ребенок на самых разных этапах, где-то он может получить медаль, например, просто за участие, там, или грамоту, да. Потом, значит, он завоевывает первое, там, лучший, значит, снайпер или лучший вратарь. Вот насколько важны эти, казалось бы, такие, ну, знаки внимания, что ли? Вы знаете, любой спорт дисциплинирует детей и мотивирует, вырабатывает привычки, повторю, да, и это ключевое слово, именно привычки. Значит, мы проводим много фестивалей спортивных. Футбольный фестиваль, он подразумевает, что в этом фестивале нет победителей и проигравших, как здесь уже все дети победители, мы создаем им атмосферу праздника и в то же время соперничество. Но когда награждаем, мы не подчеркиваем, кто победил, а кто проиграл, но внутреннюю таблицу соревнований мы, безусловно, ведем. Тогда дети получают все одинаковые награды. Ну, да, но в любом случае, если команда выиграла, она получает как бы золотые медали. В рамках проведения футбольного фестиваля все дети получают одинаковые медали. Если это соревновательный процесс, будь это первенство городского округа Люберца по футболу, первенство Московской области по футболу, официальные соревнования, там уже, безусловно, проходит другой совсем процесс, и там уже дети по местам распределяются и зарабатывают свои кубки, награды и прочее-прочее. И грамоты по местам. Что касается самой медали или самой награды для ребенка, ну, давайте будем все честны, что у нас в детстве всегда была в комнате полочка, где наши личные достижения были. И мы этим приходили, гордились. Более того, когда к нам приходили друзья нашего возраста, они говорят, ой, а это где ты получил, а это где ты получил. И когда мы им рассказывали различные истории, что это было в том городе, это было в том городе. Это же спорт в детском возрасте, это маленькое приключение. Ну, да. И это очень интересно. И тем самым мы тоже своих друзей заражаем спортом. Ну, в финале этой первой части, во второй будем продолжать говорить о футболе. Кать, вот оно всегда, конечно, здорово, когда команда выигрывает, да? Вот. А ведь бывает, когда команда проигрывает. Вот что чувствует команда, как вы там внутри? Ну, понятно, что, например, бывает же так, вы могли играть лучше, чем соперник. В футболе так бывает. Гораздо лучше. Но почему-то забил он. Вот как вы, что вам страшнее, проиграть? Или, ну, какие ощущения в команде? Как это переживается? Ругаетесь друг с другом, там, наверное, вот ты не сделала, пас мне не передала, и так далее. Или как? Нет, мы не ругаемся, мы сразу находим свои ошибки. Мы понимаем, что кто-то что-то сделал не так, может, вся команда не возвращалась. И мы на следующей игре поймем, что мы будем возвращаться и все это делать. Как бы, ну, проиграли и проиграли. Надо сделать с этого вывод и в следующей игре не допускать таких же ошибок. А когда выигрываете, как отмечаете это все? Как отмечаем? Никак, просто радуемся всей командой. Вот если полностью турнир выиграть, тогда можно радоваться. Да, и вам тренер покупает за хорошее поведение, за выигрыш. Нет, не покупает, нельзя, да, нарушать порядок. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что говорим сегодня не просто о спорте, да, Люберц, территорию спорта, а говорим о футболе. У нас в гостях Дмитрий Кудинов, руководитель комитета Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак по футболу», член правления Федерации футбола городского круга Люберца, а также представительница футбольной школы «Спартак Люберца» Екатерина Пивоварова, о наградах которых мы продолжим разговор в нашей второй части. Дождитесь. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях Дмитрий Кудинов, руководитель комитета Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак по футболу», член правления Федерации футбола городского круга Люберца, и Екатерина Пивоварова, футбольная школа «Спартак Люберца», она ее представляет. И вот тут в перерыве я выяснил, я даже не знал, что такое существует, что оказывается, Катя, вы не просто... Я думал, что вы в женской команде выступаете, а вы выступаете, оказывается, наравне с пацанами, в смешанной команде. А сначала вопрос Дмитрию, а как такое вообще возможно? Первый раз такое слушаю. По регламенту проведения соревнований это допустимо, что девочки имеют право играть на уровне с мальчиками на год младше. Условно, Екатерине 12 лет, значит, она имеет право по регламенту играть с мальчишками 11-летними на год младше. Старшая сестра, да. И вы одна в команде, девочка? Так, да. Ну вообще в футбольной школе «Спартак» очень много возрастов, и там тоже очень много девочек, я бы сказала. А вот скажите, ну я не могу не адресовать этот вопрос, сейчас перейдем к вашим наградам, всегда приятно. А когда вы первый раз-то пришли, страшновато было? Как приимут? Были такие взгляды? Мне вообще было не страшно. Чего, чего мы будем, как это вообще происходило-то? Ну-ка вспоминайте. Ну сначала мальчики посмотрели на меня, думали, девочка пришла на футбол, что? Что перепутала. Да. А потом, когда уже вошли в тренировочный процесс, они посмотрели на меня, что я умею что-то хотя бы делать, и поняли, что да, вот мы с ней будем играть, и это будет классно для нас. Ага. Вот тут интересный тогда вопрос возникает, Дим. Сейчас мы выйдем за пределы Люберецкого нашего края, и мы же видим, что большие футбольные поединки уже судят женщины, иногда может быть полностью женская команда. Существуют футбольные перерывы. Вот мы говорили об Олимпиаде с Катей тоже, что Олимпийские игры, там женский целый турнир был наравне с мужским. Конечно, мы видим, что чемпионат мира, чемпионат Европы по женскому футболу все-таки, ну, в хорошем смысле, но пока еще вторичен для восприятия обычным болельщиком. Но вот то, что вы говорите, это означает, что, наверное, может быть, мы доживем до момента, когда будет какой-то смешанный вариант. Ну, я думаю, это не сыграет в положительную сторону именно для спорта. Все-таки спорт должен оставаться и мужским, и женским. Да, мы понимаем, что женские скорости, они на данном этапе подготовки не могут сравниться с мужскими скоростями, да, поэтому и зрелищность на данном этапе не такая высокая, как у мужского спорта. Но, однако, мы видим тенденцию развития желания того, что женский спорт поднимается. Создаются много футбольных клубов женских. Создаются женские футбольные команды у футбольной школы «Спартак». Это следующий этап, потому что мы видим, что девочек становится все больше и больше, которые наравне с мальчиками хотят заниматься. И у нас в тренировочном процессе это тоже происходит. Более того, сейчас мы недавно вернулись со сборов из Беларуси, где у нас на сборы ездили три девочки. Вы представляете этот момент, что три девочки поехали на сборы, безусловно, они уступали мальчикам в рамках подготовки, да, но в коллективе они были лучшими. Они вносили вот эту частичку женственности, доброты, лучезарности. Ну, и коллектив всегда по-другому. Конечно, конечно, конечно. Ну, я так понимаю, это еще связано с тем, что пока у нас не так много желающих Кать, да, желающих участвовать в женском футболе. Как только будет больше девчонок хотеть, то футбольные вот эти наши кружки, секции, школы, естественно, уже будут чисто женские команды. Вот мы разъяснили просто ситуацию, почему сейчас Катя фактически в таком мужском коллективе трудится и строит их там всем, да. А кто капитан команды у вас? Баньков Никита. Да? Он на какой позиции играет? Он левый вингер. Понятно. А с вратарями у вас как отношения? С вратарями? Вы же когда тренируетесь, вы же по своим вратарям бьете-то. Да. Ну, и как они? Держат удар-то? Да, держат. Ну, то есть своему вратаря проще забить, чем сопернику? Вы же знаете его хорошо? Наверное, да, своему легче. Ты знаешь, куда он может не допрыгнуть, какая у него нога рабочая, не рабочая. Вот. Видите, расскажите мне тайну маленькую, приоткроем. Там что-то в Чертаново с вами произошло. Да, я играла в Чертаново. Так, а что это означает? Ну, играла почти что на профессиональном уровне. Так. А что был за турнир такой? Ну, было несколько турниров, просто решила попробовать. Меня взяли туда. Так. И так получилось, что я сыграла на пару соревнованиях. В одном соревновании мы заняли первое место, а на втором – второе. Так. Ну, это удобно. Если бы было третье, то, наверное, было бы третье место. Очень удобно, да, получилось считать. Вот. И вас заметили, да? Да. И чего теперь? И теперь... На карандаш взяли? Ну, пока что да. Вот лучезарная такая, Катя, мне кажется, что... Если бы ей сказали бы, а не хотите завтра во взрослой женской команде сыграть? Да легко. Мне кажется, вот откуда это такое берется? Екатерина немножко скромничает. Значит, Катю пригласили на стажировку. Она успешно ее прошла в рамках двух больших всероссийских турниров. Ее пригласили и зачислили в школу подготовку Академии Чертанова. Это считается на данном этапе лучшей академией в России. Мы видим много футболистов, которые на взрослом уровне выступают за московский «Спартак», за «Зенит Питерский», за «Крылья Советов», за «Ростов» и прочее. Все оттуда, да? Это именно, да, футболисты, выходцы из Академии Чертанова. Екатерину туда приняли, мы были горды и рады. Но, конечно, такой момент есть еще, логистика транспортная. Катя на данном этапе была зачислена туда, но сейчас пока она продолжает заниматься, совмещать Академию Чертанова с футбольной школой «Спартак» тренировки. То есть три раза в неделю она занимается в Академии Чертанова, три раза в неделю она занимается в «Спартаке». То есть не предала свою команду, молодец, умница. Ну, теперь давайте говорить о том, что у нас кубок, мяч, у нас награды, часть наград Екатерины. Продолжим, наверное, вот сначала с такого маленьких, не в плане количества золота, а в плане просто внешнего вида. Медали. Что у нас там за медали у вас? Скажите. Разные медали. Есть турниры, есть «Красно-белый» и «Новый год». Я хочу очень сильно его отметить. Мне очень нравится, как проводят «Красно-белый» Новый год. Это «Новый год», что ли, играет? В зале? Как правильно сказать? Даже не знаю. Это футбольный фестиваль. Футбольный фестиваль. В преддверии Нового года. Поэтому он так и называется «Красно-белый Новый год», где все воспитанники футбольных школ «Люберец» собираются и участвуют во внутреннем соревновании друг с другом. Это большой праздник. Это праздник с Дедом Морозом. Это праздник с музыкальными паузами, где дети могут во время футбольных соревнований просто остановиться, включится музыка, и дети начинают на футбольном поле танцевать. Это прежде всего эмоция. Мне кажется, это надо вести на серьезных турнирах. Представляете, где там чемпионат мира, финал, вдруг музыка, и все танцуют во главе с Месси и Рональду. Было бы здорово смотреть. Но это хорошо. А какая самая сложно добытая медаль из этих? Сложно добытая? Да. Потом и кровью, как говорят. Ну, вот, наверное, в Виннерджи Кап. Там всегда есть какие-то соперники. Просто тоже есть футбольные школы, но тоже очень тяжело с ними соревноваться. Ну, вы смогли. Да. Так, а вот эта фигурка, я даже не знаю, очень оригинальна, конечно, да. Это награда «Лучший игрок команды». И это, сейчас скажу, «Лучший игрок команды» футбольная территория. Это же мы только одну маленькую взяли, да, полочку. Футбольная территория. А как, кстати, «Лучший игрок»? Это за что? За то, что много забило мячей или как? За то, что просто хорошо играло. А кто это определял? Какая-то комиссия там была? А там, наверное, судьи решали свои вопросы и вот выбрали меня. И не обижались все пацаны тоже, что нет? Нет. Выбрали и лучших бомбардиров, и защитников, и вратарей. Убрали меня лучшего игрока происходит тренером своей команды, тренерами других команд и, соответственно, судейской коллегией. Лучший игрок признается тогда, когда коэффициент полезного действия у футболиста, так скажем, превышает действия других футболистов. Это не обязательно забитые лучшие голы. Это отрабатывание в защите. Общие полезные действия на футбольном поле. Так, идем дальше. Мяч у нас присутствует с автографами. Это автографы известных футболистов. Это отдельная история, да. Это кожаный ретро-мяч, выполнен в стилистике... 60-х годов прошлого столетия. Да, это памятный именной нам мяч. Каждый год к нам приезжают легенды спорта, футболисты. Это Тихонов, Оленичев, Алдонин, Титов, Ширко, Оленичев. И мы все дружим и общаемся, ведь футбольный мир тесен. И, конечно, вот ребята нам расписались, свои росписи оставили на этом памятном мяче. Он у нас стоит в нашем музее спартаковском. И дети приходят и с радостью смотрят, потому что, безусловно, сейчас есть новые легенды, которые в современном времени, да. Но мы не должны забывать о острожилах футбола. Ну, конечно, этот ряд можно продолжить. Более того, есть программа Андрея Юрьевича Воробьева «Спорт в каждый двор». И по муниципальным округам каждое лето подобные коллективы выезжают, привлекают детей, зрителей. Буквально в том году мы проводили у нас на инженеров-силогическом лицее порядка полутора тысяч зрителей собралось. И где футболисты проводили мастер-класс с детьми. И потом играли вместе с ними в футбол. Когда они узнают, кто с ними на поле рядом играет... Ну, это да. Шкала эмоций просто зашкаливает. Ну и теперь главный кубок, он огромный. Не так часто такие большие кубки у нас появляются в студии. Вот. Что это за кубок? Это уникальная история. Нас пригласили поучаствовать во всероссийском турнире в городе Кисловодск. Так. Где, когда мы приехали на жеребьевку, нам говорили, ребят, ну что вы тут делаете? Здесь такие сильные коллективы. Здесь коллективы из Ростова, из Санкт-Петербурга, из Ессентуки, из Карачаева-Черкесии. Что вы тут делаете? Говорят, ну вот вы приехали, у вас через 4 дня поезд. Ну, поедете обратно, хоть водички попьете, как говорится. Да, Кисловодск. Вы знаете, мы тогда... Во-первых, спасибо большое родителям за поддержку, потому что они стараются с нами выезжать на все соревнования. Они всероссийские. Не потому, что мы не справимся с детьми, а потому что они тоже хотят быть увеличены в этот процесс. Ну, конечно, да. Мы сели, пообщались, сделали общее собрание. Дети, родители, тренеры. И сказали так. А давайте сделаем так, что первое место займет футбольная школа «Спартак» городского округа Люберса. Тем самым мы еще больше прославим наш любимый муниципальный округ. И, собственно говоря, кубок наш. Первое место. Ну что ж, вот такой интересный был у нас эфир. Екатерина Пивоварова. Это футбольная школа «Спартак» Люберцы, которая, как оказалось, верховодит там своей команде. Вот. И даже иногда желтые карточки зарабатывает. Это говорит о том, что человек стремится к победе. И главное, мы запомним, что очень хорошо учатся. Что, в общем-то, иногда сложно совместить. Ну и, конечно же, Дмитрий Владимирович Кудинов, руководитель комитета российского физико-культурно-спортивного общества «Спартак» по футболу, член правления федерации футбола городского округа Люберцы, который частенько здесь у нас бывает. Приятно, что кубки становятся все больше и больше. Скоро уже и в кадр не влезут. Мы вас поздравляем со всеми победами и надеемся на продвижение дальнейшее. Катя, тем более время бежит быстро. Я уверен, что вы точно у нас еще в студии с какими-нибудь уже будете наградами еще новыми сидеть. Договорились? Хорошо. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пельненко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»